Всем привет! Сегодня мы с вами попробуем нарисовать собачку из полнометражного мультфильма. Пока не скажу какого. Если кто угадает, пишите в комментариях. Поехали! Ну, как обычно, голова, оси, то есть направление, куда смотрит наша собачка. Глаза все так же, как и обычно, стандартно, как и в предыдущих рисуночках. Нарисуем веки. Глаза у нас не полностью открытые. Носик, ротик, все так же. Собачка очень забавная. Из одного старого мультфильма. Так, носик нарисуем. Складки носа. Ротик. Так, блики носа. Особо комментировать не буду, потому что, в принципе, принцип один и тот же, что и в предыдущих рисуночках. Какие-то нюансы обязательно помечу. Так, бородочек, зрачки. Вы ставьте на паузу, там, если не успеваете, потом продолжайте видео. Собачка такая. Синяки нарисуем под глазами. Она такая щупленькая, голодная, худенькая. Поэтому голова будет чуть меньше, чем я вот нарисовал изначально круг. Такая щупленькая, худая собачка. По мультфильму, это кадр из места, где она выиграла ставку. Ну, там было такое казино собачье. Но играли они не на деньги, а на сочные кусочки бифштекса. И вот она пришла получать свой выигрыш, рассчитывая на сочный бифштекс, но ей дали какой-то старый покусанный кусок. И она такая удивлённая смотрит, худая, голодная. Так, где-то голова заканчивается. Поэтому такая жалкая маленькая собачка. Порода очень похожа на чихуахуа. Кто знает, как выглядит эта порода. Они такие маленькие-маленькие собачки. Так, нарисуем такие ушки большие. Но вот у чихуахуа на самом деле маленькие ушки. А у этой такие большие, поэтому может быть даже и не чихуахуа. А какая-то другая порода. Так, одно ухо нарисовали. Дальше мы рисуем второе. Вот отсюда примерно второе ухо. Так, есть. Угу. Так, есть. Дальше нарисуем шею. Такая худая шея. Получилась, наверное, очень длинная шея, да? Это прям перебор какой-то. Ладно, сейчас мы нарисуем. Может быть полностью, может быть нормально будет выглядеть, что не такая худая длинная шея. Вы нарисуйте покороче заранее. Говорю вам. Мне кажется, всё-таки она слишком длинная. Но я-то потом легко поправлю в программе. А если вы рисуете карандашом, то лучше сразу нарисуйте покороче шею. Чуть-чуть, примерно, ну, на чуть-чуть, наверное, короче. Так, вот у него такой вот платочек завязан на шее. Так, дальше мы рисуем лапки. Такие худенькие лапки, на которых она стоит. Грудку. Так, и здесь вот вторая лапка, в которой она держит тот самый кусочек. Так, лапка слишком толстая получилась. Так, потоньше. Возьмём ластик, сотрём. Ну, сразу давайте вспомогательные линии сотрём. Вот эти, эти, эти. Так, стираем. Здесь, здесь, здесь. Может быть, что-то пропущу, но... Потом подправлю. Так, так, так. Здесь. Ага. Так, давайте подрисуем, где я тут стёр лишнего. Так, ну всё, давайте лапку. Как я уже говорил, почти у всех персонажей, ну, животных, четыре пальца. Даже не у животных, даже и у людей. В мультфильмах обычно четыре пальца, не пять, а четыре. Этим они отличаются, кстати, от реальных рисунков. Ну, так уже заведено, не знаю почему. Так, пальчик длинный, покороче. Сделаем. Вот она здесь вот, держит кусочек такой, уже покусанного бифштекса. Примерно вот такой вот. Следы укуса, примерно так. Да, вот такой вот кусок мяса. Так, давайте теперь подрисуем некоторые линии. Какие-то уточняющие обведём. Так, да, давайте я шею сделаю поменьше, чтобы мне не нравится. Слишком длинная шея. Вот так примерно. Да? Примерно так. Сейчас мы подправим чуть-чуть. Если вы уже нарисовали длинную такую шею, ну, ничего страшного. Она тоже, в принципе, нормально смотрится, потому что собачка худая. Так, здесь подправим, подправим. Нарисуем бровки. Ну, в принципе, так, рисунок завершённый, сейчас чуть-чуть обведу. Какие-то линии. Здесь, здесь. Где плохо прорисовано. Усики нарисуем. Так, тоненькие такие. Оп. Так, давайте сотрём. Панирую чуть нарисуем. Вот так, так и так. Да? Так, азадусь к трём. Вот так вот. Неплохо. Так, обведём пару линий. И, наверное, можно уже раскрашивать, да? Быстренько покажу вам, как раскрасить, в какие цвета. И, наверное, раскрасим сейчас быстренько. Можно будет закругляться. В принципе, коротенькое видео такое сегодня. Ну, как, ну, как. Коротенькое уже. Уже 11 минут уже прошло. Так, примерно вот в такой цвет. Можно чуть-чуть побледнее, наверное, да? Да. Вот. Так, быстренько раскрасим. Ухо. 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 Ну, тут особо я не буду комментировать, да? Мы раскрашиваем тело сначала, потом глазики белым, как обычно. Зрачки чёрные. Бровки коричневые. Ушную раковину, наверное, в розовый цвет, да? Платочек. Какой-нибудь. Ну, в мультфильме был сиреневый, давайте, наверное, не будем отходить от мультфильма. Так, в теории, можно вообще в любой цвет красить. Коричневую собаку нарисуйте, там, платочек красный, там, или жёлтый. На ваше вообще усмотрение. В этом и есть прелесть рисунка, то есть вы здесь хозяева. Как работает ваша фантазия? Так, грудку давайте посветлее нарисуем, да? Ещё, наверное, посветлее можно. Угу. Ушки розовые, да, внутри, как я говорил. Можно немножко даже розовее сделать, какой-то коралловый цвет. Пока, ладно, оставим. Хотя... Так, ушки такие, розовенькие. Зрачки белые. Ой, не зрачки, а сами глазки. Белки. Белки белые, как бы это смешно ни звучало. Можно добавить немного голубого цвета. В принципе, тоже на ваше усмотрение. Сами зрачки чёрные, носик чёрный тоже сделаем, наверное. Угу. Угу. Так, бровки коричневые у вас. Уже собачка выглядит так забавно. Бровки коричневые. Можно немножко мордочку посветлее сделать, да? Какая-то, например, вообще мутная. Но это уже, на мой взгляд, может кому-то нравится, как они изначально нарисовали. На мой взгляд, немножко можно делать посветлее. Синяки под глазами фиолетовым, как наш фон. Можно даже было и не трогать. Да? Платочек сиреневый, как я говорил. Такой... Цвет морской волны. Как я раньше в детстве говорил. Возможно, вы тоже так говорили. Цвет морской волны. Правда, я не видел такого цвета волны в море. Но... В детстве я называл этот цвет именно так. Так, само мясо у нас такое уже заветрившееся. Такого темного цвета. Чтобы показать его удивление. Он пришел за выигрышем свежего куска бифштекса. А ему дали такой вот покусанный, заветришься кусок. И он так удивленно смотрит. Это что, это мой выигрыш? Комичная картина. Но не для него. Он такой худенький, щупненький. Надеялся на сочный кусок мяса. Мультфильм, кстати, очень хороший. В смысле, многому учит. Конечно, смотря этот мультфильм ребенком, я много чего не понимал. Но когда стал взрослее, сразу видны отсылочки, что в казино играть плохо. На ставках играть тоже очень плохо. И все это показывается в мультфильме. Показывает, что вот здесь собаки этим занимались. Только мультфильм снят очень смешно. В том смысле, что не люди этим занимаются, а собаки. Вот собаки этим занимаются. И у них вот так, там их обманули, тут. Они страдают. Так что многие мультфильмы с очень глубоким смыслом. В принципе, уже рисунок подходит к концу. Сейчас еще пару линий можно обвести, наверное, да? Чтоб почетче был рисунок. Некоторые линии вот потереть. Тут чубчик потереть. Давайте затрем. Тут у нас непонятно. Я так скользко быстро рисовал. Глазки обведем. Шея. Платочек. Ну, в принципе... В принципе, все готово. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, у вас получится. Если не получится, с первого раза рисуйте еще и еще. С каждым разом будет все лучше. В этом я вас точно могу уверить. Надеюсь, у вас все получится. Спасибо вам за просмотр. Удачи вам в рисовании. Всем пока.